Audi отмечает 40-летие полного привода Quattro. Правда, его история даже старше. В 1978 году для внедорожника Volkswagen Iltis инженеры разработали систему постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала. Весной 80-го эту трансмиссию примерила спортивное купе Audi Quattro с турбомотором, созданное с прицелом на участие в ралли. И эта модель совершила революцию в мире гражданских авто. BMW выпустила первую полноприводную легковушку только через пять, а Mercedes через семь лет. В 1986-м четыре кольца внедрили самоблокирующийся межосевой дифференциал Torsen, а 20 лет спустя его несимметричный вариант. Десять лет назад Audi представила самоблок собственной конструкции. Впрочем, сейчас под брендом Quattro скрываются самые разные трансмиссии. Вероятно, Audi хотела бы громко отметить юбилей в Женеве, где и дебютировал 40 лет назад оригинальное купе Audi Quattro. Для отмененного автосалона был приготовлен автомобиль с интересной историей. Ведь в ранге концепта демонстратора такая машина в прошлом году поднималась по лыжной трассе. 35 лет назад аналогичный трюк в культовой телерекламе проделал седан Audi 100. И вот почти серийный электрический кроссовер E-Tron в горячей версии S. В отличие от обычного паркетника, тут не два, а три электромотора. Один на передней оси плюс по одному двигателю на каждое заднее колесо. Впрочем, модульная конструкция платформы изначально предполагала такие вариации, ведь трехмоторная схема позволила реализовать управление вектором тяги. Продолжение следует...